друзья всем привет на дворе уже февраль мы только выбрали из баки на рыбалку всем привет давно не выходили все были обстоятельства разные и вот сегодня наконец решили сходить на речку отдохнуть порыбачить в общем на природу идем на какую речку придем на что будем ловить все понятно у нас за это время произошло много событий были и холода и морозы и оттепили снегопады мы все никак не могли собраться самое главное у нас обокрали с батей гараж неприятное событие унесли лыжи угнали лыжи сапоги пришлось зимние купить сапоги новые но ничего страшного конечно что кому-то надо знать на наших лыжах я вам сразу ребята скажу далеко никто не уйдет до батины выжим 40 лет без свечного заводика они не заводятся а мы идем на реку чупцу под каменский мост полностью готовы уже палочки сломал я столько вперед будем пробовать лыть друзья мы подходим к реке вот он калинский мост батя уже бежит к реке торопится от себя и от батя я говорю большое спасибо всем подписчикам зрителям всем новым зрителям кто подписывался ставил лайки писал добрый комментарий посмотрим много ли рыбаков на реке аккуратнее пап скользко нормально нормально так добрались ну что тут не густо в этот раз десять человек в обзоре видимость куда откуда начинаем я могу сказать что это не наша первая попытка выйти заснять рыбалку был ветер поэтому стали с ним сейчас посмотрим но что решил отсюда прибыли друзья я сразу пап на тяжелую буду оставляй давай посмотрим тут бы стрякать и глубина 3 замыла может есть но ходили знакомые на рыбалку на той неделе но на три дня подряд говорят два дня по на три рыбки ловили вообще не клювел а на какой реке тоже на щупцов клювел на вятке вот это вятка вот ну так какая разница у нас все вместе вот километры вятка спадает щупцоверные вятку ну да ну да ладно давай будем бурить лед то нормальный вот здесь на мороженое а так он вот такой снег нет столько снега как бы очень много в этом году снега понятно что там за хозяйство у тебя удочек то приголоски просто будешь на эту не давай на тяжелую я сам достану ты давай попробуй может тут и рыбы то нет лёгкий ветерок есть все таки так чистим олунки так один опарик мормышка небольшая кстати это без мотылка тем более так можно показать вот я вот так стой вот такая мормышь ну давай сейчас посмотрим сколько глубина здесь метра три с половиной всегда был а мотыль будет да я люблю на мотылях просто если окунь есть потом можно и без мотылку два мотыля что ли все я по 5 насаживаю ну так ты на глубине если ложишь хоть сколько нас у меня крючок здоровенный танцы с тяжелой мормышка выглядит неплохо давай пробула сейчас огромный ешь итак глубина отмерена ничего не отмечу не достал да не сильно а чё трясешь тогда есть вижу на дно касается вот раз все офигеть утечения ты уверен что можно такую нормы слойю ну что пап выверенные проводки пока не дают результата пока нет ничего сейчас пойдем парике бурить может пора уже доставать тяжелую артиллерию доночки доночки если не плюет на мормышку но я все же попробую ну да давай распаковываюсь итак чистим лунку батя продолжает попытки поймать ерша может быть окунь неизвестно сегодня тепло не замерзает так что и леска не будет обмерзать думаю нормально можно на доночки половить сейчас достаю доночки друзья вот тяжелая донка большая мормышка папа-то вольфрамовая большая мормышка огромный крючок я считаю для зимней рыбалки для наших мест отводной поводок с крючочком заглотыш сейчас будем закидывать итак вот что получилось отводной поводок и тяжелой мормышка сейчас это все закидываем и будем ждать пап как там пока никак сейчас посмотрим как будет на тяжелую удочку ловиться да друзья доночка закинута поклевок пока нет папа у тебя тоже тишина очень странно очень странно будем ждать батя не выдержал пошел будет дальше даже на проводку не берет я вот так вот делаю мормышка чтобы по дну муть там создалась но если рыбы нет тут бесполезно хоть проводки делай хоть просто жди надо искать рыбу друзья батя че-то зовет дело к нему он сместился маленько папа что случилось типа мне тут пробовать офигеть ты ну тут три должно быть где-то 4 метра больше сейчас проверим интересно даже ну я тебе знаешь что скажу за 20 минут рыбалки на твои знатные места ладно давай попробуем хоть что сразу-то бегать так все я перестал как в старые добрые времена пап ты опять пошел в улице но тут поглубже тут поглубже на метр по батя ругается спрашивает где ешь действительно действительно друзья власти страны нет вообще поклевок не мелочи не ерша не окуня вообще ничего мертвая река черная вода будем наверное мы смещаться дальше искать рыбу все равно нужно где-то рыбаки же сидят как-то ловят пробуют ищут пойдем сейчас за мост на старые места батины попробуем там где в том году ловили ну а тут тут было перспективное место кстати пап раньше да очень перспективно но не клюет мы идем на батины места мост остался позади и батины такая рыбалка бати говорит мне не по нраву так что ну что скажешь здесь я думал это они места на твоих где-то тут дальше ну давай пробовать сейчас попробуем тут мост далеко хорошо погода комфортная для рыбалки блин батя поймал первую рыбу показывай как ее покажешь она не микроскоп на микроскоп давай на руку вот первый ерш офигеть ну хотя бы уже что-то клюнуло по как он клюнул или ты просто выкинул у меня-то вообще тишина прикинь но мы хотя бы выбрались уже хорошо нам хотя бы была разведка будем сейчас главное это главное давай пошел и дальше следить куда куда есть большая рыба пока болтал с тобой вот заболтал батю давай заболтал есть кое-что есть будем ждать бати пошел наконец-то и ерш кричит а я вот от него сместился ненамного по факту здесь уже очень сильное течение и глубина больше на 30 сантиметров попробую тут итак батя там поймал еще одного ерша с палец глубина у него у берега 2 метра здесь метра 4 и сильнейшее течение и леска уходит дальше стягивается поклевок нет наверное к нему поближе подойдусь офигеть друзья батя быстро и меня смотался вон ушел никакого терпения нет это же палка но не клюет всякое бывает будем пробовать дальше бегу к нему и рыбаки подтягиваются те места что были актуальны в том году не принесли результат мы проходим на поворот реки чипцы мост остался позади здесь когда-то давным-давно клевали окунь тут кувшинка кстати летом весь берег ну дальше там глубина дальше идет понтонный мост туда за поворот уже движемся будем пробовать искать все еще идем кто-то вон делал попытки здесь будет проверять если рыбка что делать рыбалка такое дело надо иногда походить поискать интересно конечно так здесь вон кто-то обурил а вот впереди рыбаки жарко становится батя тут заприметил что-то хочешь тут попробовать так вот оно место нахожено кстати ловил кто-то недавно сейчас разложимся и так новое место глубина метра с половиной поклевок также нет батя предлагает смещаться дальше в ту сторону искать рыбу метра с половиной донка по четыре пять мотылей батя там с проводками тоже результата ноль посидим минут десять дальше пойдем сместились на 10 метров и была зафиксирована первая поклевка не сильно пап как у тебя там тишина а здесь вот клюнуло на доночку подождем посмотрим ты чё пап вся подбадриваешь тут не клевала до перестала звучит неоднозначно разминаю что но была ведь поклевка бель подошла это бель все подходит неохотно бель нынче поклёвывает может дальше можно и дальше ходить мы и так уже далеко ушли запрещают вся надежда на твой стиль ловли опа так ты чё так это всего подсекал бы еще у тебя цветет там ты крыть самолет да хоть увидеть какой ладно давай попробуем да дальше пойдем бурим пробуем поклевок так и не видно но не отчаиваемся время уже 11 посидим еще никогда еще рыбалка не была настолько скучной пиво кулочки не форохнется а батя чего-то притих кажется что то есть что есть унылая рыбалка а чего рыбалка унылая нет но оправдывает же мои названия мертвая вода черная вода ты любишь такие ну пустая бочка да как на катке я тебе говорю что такое то а хоть бы хоть бы клюнула хоть просто дернула даже поклевка пусть не попадет но конечно так хоть увидеть все закажешь что и будет так заказываю давай а куда не клюет даже с проводками о чем речь то тогда ни с чем не клюет уже кучу лунок избурили как обычно ты называешь такую рыбалку прогулка хорошо размялись так всю зиму проработали проболели прождали так давай-ка это ты ведь это по перволетку то успел все-таки сходить на карасево озеро так это фото приложу если найду сколько да по 3 килограмма 3 килограмма ротанов там их по 10 ловили люди кому надо но оно такое мясо-то на любителя эти скажу нормально блин где окуня реки а глубина сколько у тебя здесь до метра полтора сказал же ведь рыбак что он сказал с утра мелкий окунь-то клевал тут так мы может дальше пойдем или нет ну давай ладно еще попробуем сейчас пойдем суп варить давай еще половим вдруг глюнет хоть что-нибудь друзья батя что-то поймал большое все происходит какой палец офигеть хороший окунь это офигеть поклевки то нехороший судя поэтому нет судя потому что я вообще ни одной поклевки не видел ну ладно одну целую и увидел а куда двигаемся тут офигеть ну-ка давай а ведь красавец да настоящим матрос здоровый если по ненормально клевали офигеть ну вот первая рыба в этом году это это не рыба ладно блин пошел я тоже у меня там плюнула по образу не смог подсечь ага но слабо нормальные поклевки то или его ну то хорошо типа ты хочешь сказать надо больше будет у нас что он где-то стоит видимо и в разброде клевал бы он клевал бы ну так то конечно ну блин слушай для для чипцы то нормально летом бы и сплевался но летом бы отпустили а зимой уха ладно давай ловим ну вот радость какая-то пошла так поклевок нет а батя опять что-то поймал это это все такое факт я вижу на он огромный ведь офигеть дело-то пошло получается пошло ты опять офигеть это ты еще больше больше не мы больше граммяк он тут по песку просто берет через глубина одинаковые и чё к клюну тоже не видно хорошо если он есть так он есть видимо нанесло случайно опять проходня это проходной блин классно по давай таких то таких уже можно брать и дам лови больше будет так поймаю ладно может тоже на мормыш поводнешь на счет сидишь с этим домиками а чудо как он и так бы клюнул на конечно не отвезти надо тем более вишен сейчас видимо не шевелится он не очень ну ладно ну вот на шелуху напали зачем на шелуху то ты погляди красавчик какой надилская но это уже что-то пап уже что-то да просто поклевка уже увидеть ряд поклевочки это уже давай больше лови надо будет здесь еще пробурить сейчас сделаем место найдено главное да какое место место основное место стоянки окунь я перешел на обычную удочку с мормышкой этот окунь оказался не так-то прост его еще нужно растрясти тут так что приходится в проводку ловить по это тоже пробует ловим дальше 5 небольшое затишье если это можно было назвать клевом батя смеется я пошел за чаем сейчас и к попьем сейчас принесу в общем рыбалка продолжается не знаю скучная конечно рыбалка когда не клюет но будем пробовать где тут термосок сейчас батю батю сейчас напоим чаем разогреем все маленько ну ничего окунь уже попался это хорошо папка наливаете ли чайковского давай все попробуй рассказать нам что-нибудь про чай мне и нашим зрителям что это за чай цветочный там но шиповник то явно отчетливо видно это чел корки что ли апельсина лимона классный чай по запаху то хорош я бы настоящего ты давай и добей шиповника молодец добавил поклевка было что вы это не было стиль провозки паркинсон ладно погода классная давай пьем чай я пока лунки бурю батя продолжает лов а чё шелуху то ну какие есть чисто на уху на тарелку ухи лето съесть не можем рыбу это чисто баловство что профессионализм не терять перед летом перед весной ладно я дальше набуриваю друзья поглядите какая красота на реке небо батя тут все возится пытается поймать но главное есть результат но посравнее видишь вот я я вот не вожусь мне хочется просто закинуть удочку и ждать поклевку и все а ловить проводку это совсем другой уровень это нужно делать проводку менять комбинировать эти проводки ждать когда это клюнет все дело в нужный момент подсечь еще это уже другой уровень совсем а чё ну вот просто я и жду ну так давай сравним вот твой улов да ну и у меня 0 я видел а поклевку с половиной за все время с 8 30 до 12 хотя у меня и насадки больше и крючков больше видишь как было таких местах нет но проводка решает в данном случае ну она же все равно дала результаты спецы которые там и без мотылка 1 и и мотылка 2 то есть смотря как ловить проводка она все равно есть проводка но если клёвого нет и рыба стоит не шевелится да я знаю поэтому иногда чисто донку то она получает моржелта ежды каналов у них тоже бывает нету поклевок бывает не клюет и все мы же не каждый день ходим мы ходили там на неделю по три раза уже знали где ловить у меня вообще получается по сути первый выход а мы вышли за один раз ну да так себе оправдание да говорят что лишь воды мало и рыба места поменял их люди ведь ищут находят ведь кто-то да друзья мне показалось рельеф у моста изменился совсем там как-то по-другому все стало не как в прошлый год а здесь мы вообще в этом секторе первый раз ловим за последние пять лет мы обычно вон там ловили на той стороне и клевал ерш да понятно что один так рыбалка продолжается я уже присмотрел отличное место на берегу чтобы развести костер сварить суп папа твой любимый суп рассольник а я тушенки взял банку я не буду рассольник как просто хорошая дров полно так батя делает последнюю проводку идем варить супчик вот наш улов вернее батин за сегодняшний день кстати неплохую градацию можно по придумать вот маленький это есть меньше меньшего нет это еще не малек но уже но еще и не мелкий и там меньше больше среднего меньше среднего блин мы старались ты-то как бы это если ладно у меня вот чисто на донки не клюет ну понятно ты-то в проводку да тут так и всяк комбинировал свои проводки паркинсон так все паркинс стиль паркинсон так толку нет рыбы нет ну да давай подвигаемся тогда ладно пойдем все друзья сейчас отправляемся так идем вот сюда где бревно батя пока сматывается я рюкзачки принесу погода хорошая настроение тоже сейчас идем костер как ведется ё-моё больше колена какое место то хорошее гляди-ка ну я тебе обходи его туда я как бы тоже захотелся туда два пути это самое интересное в этих рыбалках вот такие походики папа опять кардионагрузочка пошла давай туда заныривай как ты тут сядешь то я думал мы туда внутрь как шалаш гляди-ка дров то сколько вот тут внизу то чисто здесь тут надо еще утоптать все есть дело то а вон и дрова готова вот здесь полу все только только знай только знай готовь блин я думал мы туда полезем все спасибо да ну и так хорошо не хватало мне там следить ладно работаем сейчас идет во всю подготовка места для костра работаем работа в ногами вот такой лагерь получается жарко да друзья с дровами я думаю проблем не будет поглядите сколько дров сейчас пойду все ломать сделаем хороший костер так сухие не все сухие вон сколько тут тут я все-таки залез куда хотя вот они отборные дрова сушняк потихонечку аккуратно пап там много сена много бумаги много сухих дров и дело пойдет этого хватит что-то еще поди наломать наломаем сейчас в процессе надо разжечь сена не горит сена солома будет гореть еще запах то какой пошел а что не верится все классно да друзья давненько я не был у костра всем рекомендую обязательно сходите в зимний лес и насладитесь костром супчиком можно вырвались супик поесть да да ну а что делать иногда надо выходить не все же работать дождать погоды два месяца уже не выходили практически почему уж три четыре уже на охоту когда мы последний раз ходили в середине декабря ну да и перед новым годом вот сходил за ратанами два раза на озеро карасев так и там тоже недолго был никого недолго целый день рыбачил я-то целый день был на рыбалке так что я-то нигде не был вот мы и дождались приготовление супа начинается в рюкзаке вот тут я все взял подготовился я надеюсь на тебя так ждем когда закипит типа как обычно все подготовил заранее чтобы тут не возиться ладно сейчас закипит вода или ты будешь я закидывать да вот сейчас ты будешь конечно дать нам кого никого есть захотел да конечно время уже час картошка с луком нареживая вот так как обычно мне самый раз да выкипит картошечка с луком пошла так как не съедим то съедим можно же не бегом домой то бежать посидеть маленько да да вот нормально все будет вот тут вот тут у меня рюкзак так положить конечно давай давай доставать отдельный пакет так если поход то конечно с костро хорошо у костра возьми коту верхнего вон да нет вон вон я не про эту говорил вон про этого на кого-то за сушняк добавь туда отлично закипела лично тушеночку тут будет на бревне чё дороже такая реклама блин лёвка сейчас попробуем что-то за тушенка так хорошо ведь дым от костра это хорошо ну чё закидываешь нет почему суп а там суп то ведь этот кстати рассольник то там же это перловка ее надо кидать поварить давай закидывай и это как раз надо варить тот самый рассольник милый пал я думал ты пошутил а ты точно взял перловочку нет а чё нормально что-то в хорошие супы станет на леща на карпа у нас тут не леща и не карпа разварится нормально дадим повариться ладно пусть выкипит супчик у нас кипит потихонечку по расскажи как перотонов то ловил по перволёвку на мотыль или а брак на блеснуло обычно с одним крючком лучше кто с тройным ловит вообще на чистую блесну на блесну и вешаешь кусок приманки какую ты вешал приманки я кожу от курицы вешал мне так посоветовали ребята местные которые ловят его там постоянно и ты ну в проводку или просто ты ее насаживаешь на блесну и так же трясешь как мормышкой ага такие же поклевки как у окуня только вылазит из лунки вот такой сначала потом черное чудо дым? ты как всегда удачно выбираешь место нет мы вроде садились уже было понятно что ветер оттуда и сейчас если ты там у костра сядешь он туда будет тебе тоже забывает так понятно ну и тянет то хорошо я просто зимой ни разу не ловил так хорошо смотря какой с ладонь так он а что были и с ладонь? так они все там с ладонь но я видел фототеп мужики опускали туда в озеро камеру камеру и смотрели он говорит там просто сплошняком стоит раньше озеро называлось карасин ну а сейчас там карася почти нет молочен а ротан типа это? и окуля молочен конечно он всю икру выедает на проще ну хорошо в реке хоть не так много его говорят что его не надо в реку никуда его выкидывать надо на берег как ротан этот ну кто то любит ее вот мужики некоторые говорят ну там котлеты из него лепят всякие ну смотря какое она по размеру там ну шла донь ну шла донь то классный что жарить то наверно нормально голову отрезал хребет достал вот и все в мясорубку два раза перекрутил и котлеты говорит чудные а мама ну немножко конечно есть у него чуть-чуть ты чё хотел карась тоже красный болото ну карась у него такое запах специфический приятный скажем так нормальная рыба в принципе чё мясо белое вкусное я съел сковородочку хорошо ну вот вот мини история даже дым на что-то действительно дело дошло до тушенки только есть ходим до без этого а чё делать это у нас считай и завтрак и обед и почти и ужин если домой в четыре в пять только вернешься это конечно ты только выйдешь сейчас в пять ну и хорошо что обык-то должен быть так давай помешивай друзья поглядите как разыгралась погода давненько такое не было хорошая погода маленько пересел там очень дымно ты папка идешь идешь или чё там суп то на батя варит суп он уже готов почти что там его варит те дров принести еще да у нас все были то холода 30 градусов то снегопады так супчик у нас на медленном огне перловка почти готова картошка нет ждем ничего страшно даже суп на костре как-никак да может будем пробовать еще можете выйдет сейчас окунь начнет клевать вечерний клёв да ты это называешь ну а чё давай суп поедим да попробуем конечно чего попробуем полчаса до домой пойдем потом да неплохая идея тем более вот оно место прямо тут смена погода опять было пасмурно с утра сейчас солнышко неизвестно как отреагируется на рыбе это все отыграться как отреагирует это да но это с утра так было ладно пришли проверили отметились не туда чем смешно так чудо баланда как называть товаре ну да без зелени конечно не то но и так сойдет есть уже охота если честно давай есть готов да все давай снимаем тогда суп у нас готов друзья все на снегу вот и супчик кидается сюда давай елки-палки мы уже час назад все сварились если ты твоя перловка любимый следующий раз возьмем харчо там вообще рис придется подваривать ну будет вермишелевый возьму вермишелевый просто он долго да я знаю захотелось думаю рассольники пожалуйста вот куда наварили давай себе добавь это я добавлю больше еще себе аккуратненько да вот такой суп мнение я получу покажу надеюсь видно так хлеб все по походному все отлично в общем в общем все приятного аппетита всем приятного аппетита мы перекусили и сейчас в такую отличную погоду мы отправляемся снова на реку если это можно назвать отправлением вот у нас бур ищи пройдемся по бережку попробуем поймать как пап готов к выходу попробуем в общем походимся в банке продолжается начинается обход тут папа решил начать тут решил начать ну давай попробуем отлично солнце то как светит подошел к бате батя взял вечернего окуня огромного на солнце то он выглядит коробок влезет в спичечный не они влезет в два не ну классно ведь клевали бы хотя бы постоянно можно было выпускать да и можно было быть так блин интересно было сидеть ловить а когда вы ни одной поклевки да к этому совсем уж давай актеру перехожу по ходу тут было хорошее место да сейчас попробую батя сегодня делает всю рыбалку сам вон какие окуни пальчиковые ну и то хорошо на донке не клюет а в проводку в проводку надо трясти нет конечно сидеть клюнуло подсек но это большие усилия чтобы побыли у тебя тут что-то колоколь ты без передышки этот несешь меня аж комбинации это на любителя короче я тескан понятно мальков то ловить пока я пытался делать какие-то проводки батя наколотил рыбы ну и что на засол так давай-ка это за с ним хорошо как ты вообще ловишь для общего обозрения так сказать какие тут проводки давай слово мастера ты говори когда будет поклевка что было понятно быстро трясешь он не берет медленно тряси как ловил вот я и трясу среднюю это поклевка поклевку сразу может отошел это тоже может это же рыбалка несколько штук подошло блин на солнце то он прямо так аж просвечивает ну-ка давай его на солнце просвечивает ага вот такое ну она заснята но не очень понятно так давай еще да такой окунь ребята только на засол он че вяленый-то нормальный по у нас крупнее это редко тут водится почему ну потому ну там 300 300 грамм это вот весь предел вот один окунь больше всех это случайность повезло вся рыбалка случайность это да где рыба много там да там надо прикормить да чё и тогда успех а здесь не знаешь как найти эту рыбу где нашел там и поймал если смог поймать поклевка не попался была поклевка значит он стоит тут да ветер есть ладно а еще поснимаю поклевочку сейчас давай фирменную проводку да не сразу я помню рыбалки то были то знаю закидывать да и поклевки там был вас по руке чувствует малек такой вот музыканты не нравится у нас то чистят разминка поход даже можно сказать веселый поход отошел малек все тогда давай дальше это чё такое пап нифига себе покрупнее это прям вообще большой огромный окунь ну-ка его на свет но по сравнению с этими то он огромен так давай-ка его держи показывай на свет на солнце показывают офигеть но по сравнению с этими то он хорош этот уже поприятней или вялить вот такие бы были хотя бы да самые маленькие бы да может 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 пап я тут видел пару поклевок у себя как у тебя дела нифига себе это что за зверь он же огромный да конечно уж огромный да какой средний он больше всех ну-ка давай его с полкило с полкило с полкило вот ребята вот это окунь да кокунь ну нормально зимний окунь это только проводки иногда вот как раз бывает такая рыбалка когда донки не решают их количество вот он вот он настоящий окунь это прям блин вот этот он хорош и для ухи классный давай вся надежда только на тебя сегодня ок я не могу подцепить его очень бойкие давай попробуй ну что друзья время 4 часа уже уже мы уже собираемся домой отдохнули отдохнули пап ну что по сегодняшней рыбалке скажешь я не клевала ничего вообще мелочь одна судя по количеству мелочи ты оторвался по окуню да ну шишку на маленькую поймали как выводы да к чё выводов он есть окунь то держится здесь можете крупный будет выходить но лишь у него тоже выход как у всей рыбы ну да сегодня не было видимо такое от себя могу сказать что проводка в данном случае вообще решает можно было выставить еще 10 донок и вообще бесполезно я думаю но но не клюет просто на донку а так рыбалкой довольны выходом тоже у меня вообще-то первый выход за зиму по факту так что мы собираем рыбку и домой всем удачи до новых встреч пока так вот так как Продолжение следует...